Красивые элементы, яркие костюмы и завораживающие номера. Художественная гимнастика стала личным вдохновением для Анастасии Ивлевой. Художница и по совместительству дизайнер одежды создает уникальные костюмы для разных видов спорта. Бальные танцы, фигурное катание, акробатика и синхронное плаванье. Очень важно, когда тренер, родитель и дизайнер все работают вместе. Потому что я сначала прослушиваю музыку, изучаю фигуру ребенка. А потом только уже делаю дизайн, потому что это все надо учесть. Цветовую гамму, с каким она предметом выступает, как она будет смотреться на площадке. И очень важно высчитать расстояние зрителя на площадке, чтобы он не вблизи смотрелся, мы смотрим, ну все красиво, а именно читался композиционно, потому что очень важна композиция. Показ костюмов также можно считать символическим, ведь он приурочен к выступлению украинских гимнасток на Олимпиаде в Токио. Таким образом, организаторы надеются еще раз поддержать спортсменок, которые представляют нашу страну на международной арене. Я была в гостях у матушки Серафимы, и она попросила показать свои работы купальники. Так как она с моей живописью иконописью знакома, а попросила показать работы именно купальников, которые сделаны для спорта, для разных видов. Она говорит, давай сейчас Олимпиада и давай создадим такой проект, он будет очень интересный, необычный, посвященный Токио 2020, чтобы дети были в гимнастических костюмах. Во время перформанса невозможно не вспомнить предыдущие и знаковые победы гимнасток. Президент Федерации Одесской области по художественной гимнастике отметила, что украинские спортсменки всегда демонстрировали высокие результаты, и в этом году их также ждут с победой. Одесская федерация художественной гимнастики принесла в мир 15 чемпионок мира, розового призера Олимпийских игр Лены Эльдриченко и много-много-много юных звездочек. Желаю вам спортивного творчества, успеха, здоровья и родителям огромную благодарность. Настоятельница святоархангела Михайловского женского монстря уверена, гимнастика – это не только спорт, но еще и искусство души. Костюмы неповторимы, прекрасны и подчеркивают красоту спорта через красоту искусства. В то же время мы тем самым делаем ударение на том, что наши дети обязательно должны заниматься спортом. Наши дети должны быть физически здоровыми, а также здоровыми нравственно, через приобщение к божественной красоте искусства. Юные спортсмены рассказывают, что костюм в их виде спорта играет немаловажную роль, ведь это не только красота, но и залог успешного выступления. Боди, в которых выступают гимнастки, должны быть в первую очередь удобными. Впрочем, иногда красота требует жертв. Мне очень удобно заниматься, шьют под каждого индивидуально, делают заказ под ребенка, видно сразу же. Можно выбрать, точнее, некоторые нюансы. Мне лично во всех комфортно. Для меня красивые костюмы – это очень важный нюанс выступления. У Анастасии они очень красивые, всегда много нюансов и очень блестящие. Мне очень нравятся все мои костюмы, этот больше всего мне нравится. Очень удобно заниматься, но когда у тебя на спине много больших камней, то больно кувыркаться и все это делать. Красота требует жертв. Тренер подтверждает слова своих подопечных и добавляет, что совместно с Анастасией было создано немало шедевров. Работая вместе не один год, девушки стали понимать друг друга без слов и все чаще экспериментировать с образами. Но все же главная общая цель – сделать костюм не только запоминающимся, но и комфортным. Ничего не давило, чтобы камни лежали правильно, чтобы они не впивались, потому что они кувыркаются, они делают акробатические движения большое количество. Да, всегда все нормально, если что-то неудобно, всегда все переделывается, всегда все исправляется, без второго слова. Любую деталь она всегда заменит, переставит, она очень прислушивается ко мне, потому что конечный результат должен понравиться мне в первую очередь. Чтобы гости разглядели костюмы во всей красе, молодые спортсменки наглядно продемонстрировали их в танце и доказали – художественная гимнастика по праву может считаться не только видом спорта, но и настоящим искусством. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».